Сергей, по первому тайму показалось, что не вошли, наверное, немного в игру и сразу соперник создал несколько опасных моментов. Как ты себя чувствовал в этот момент? Чувствовали, что напряжение нарастает у наших ворот? Мы готовились к сопернику и было понятно, что с первых минут они побегут, будут оказывать давление и надо быть готовым к этому. Но так и получилось дома при своих трибунах, они побежали, но не скажу, что было что-то сверхъестественное, но мы были готовы к этому и знали, что чем дальше будет продолжаться играть, тем будет легче. Очень важно, наверное, узнать, что сказал в перерыве Карлос, потому что игра после перерыва изменилась, в том числе благодаря заменам, но и сама картина игры тоже поменялась. Карлос просит всегда играть в атаку и мы рассчитывали сегодня победить, играли только на победу, но изменил немножко перестроение, кто кого встречает и картинка сразу поменялась, но сегодня было тяжело в плане, что Мальта хороший соперник. Мы переиграли их по количеству пассов, то бишь контроль оставался за нами, но это не приносило дивидендов. Не казалось ли в какой-то момент, что нужно подсказать ребятам, мол, попробуйте играть в вертикальный футбол, что ли, попробуйте забрасывать? Ну, надо, чтобы каждый занимался своим делом, да, я понимал прекрасно, что мы там три защитника и я набрали очень много передач, и без продвижения надо было больше вертикальный футбол, да, и атаковать, и заставлять соперника развернуться лицом в свои ворота. Ну, что-то получалось, что-то нет, но, наверное, это не одна из самых наших лучших игр, но мы не проиграли и хотели победить, так что как-то так.